Высшие художественно-технические мастерские стали первым послереволюционным учебным заведением для подготовки творческих кадров и местом, где зародилось советское дизайнерское образование. В стенах в Хутимасе разрабатывали новые методики преподавания. Среди педагогов были представители авангарда, конструктивизма и рационализма. Их объединял формальный аналитический метод преподавания. На всех факультетах в Хутимасе студентов нацеливали на активную интеллектуальную работу, заставляли анализировать реальность. В Хутимас был образован в Москве 1920 года путем слияния первых и вторых свободных государственных художественных мастерских. Располагался в двух зданиях, на улице Рождественка и на улице Мясницкая. Он состоял из восьми факультетов – архитектурный, живописный, скульптурный, полиграфический, металлообрабатывающий и деревообделочный, текстильный и керамический. За время существования у Хутимаса было три ректора – Ифим Равдель, Владимир Фаворский и Павел Новицкий. В 1927 году заведение переименовали в Высший художественный и технический институт. Осенью 1930 года Хутеин был расформирован. На базе факультета ксилографии образовался Московский полиграфический институт. Сегодня он входит в состав Московского политеха.